В Азербайджане с 1 февраля поэтапно возобновляется обучение в учебных заведениях. Для предотвращения распространения коронавируса в общеобразовательных школах республики будут приняты все необходимые меры. В крупных городах страны обучение в школах будет проходить трижды, в районах 4-5 раз в неделю. В школах будут серьезно контролироваться меры по измерению температуры тела учащихся и преподавателей, соблюдению социальной дистанции, правил гигиены. Если у кого-то будет выявлена высокая температура, он немедленно будет изолирован. С 1 февраля частично приступят к очному обучению учащихся первых-четвертых классов, а также групп дошкольной подготовки и общинного типа при общеобразовательных школах. В крупных городах занятия будут проходить три раза в неделю, в районах 4-5 раз в неделю. Решения по поводу школьников других классов будут приняты в течение первых двух недель февраля. Переход на очное обучение непосредственно связан со статистикой заболеваемости, а также с жизнью и здоровьем людей. Поэтому мы должны совершать обдуманные шаги в этом направлении. Подготовлен список учителей, которые могут пройти вакцинацию. Это свыше 49 тысяч преподавателей старше 50 лет. При этом, по словам директора Бакинской школы номер 202 Арзу Сулеймановой, столичные школы полностью адаптированы к функционированию в период карантинного режима и готовы открыть двери для своих учеников. Потому что каким бы современным и в данной ситуации единственной формой обучения не было бы, дистанционное обучение, процесс сам по себе очень эмоционально сложный, так как наши педагоги и ученики привыкли к зрительному контакту глаза в глаза. Старшие классы решение будет принято в последующей неделе и будет опубликовано для общественности. Это будет зависеть от санитарной и физиологической обстановки в стране. При этом телеуроки будут продолжены до конца учебного года, а некоторые дисциплины пока будут временно приостановлены. Это, к примеру, уроки физкультуры. Олимпиады по предметам же с конца февраля будут проводиться в традиционном формате. Эсмира Алиева, Найля Гасанова, Руфат Оликперов, Сибиси.